Динамоалтай и Казанский Барс. Соседи по турнирной таблице и на данный момент прямые конкуренты за попадание в плей-офф. Гости жаждали прервать неудачную серию из трех матчей без побед, а барнаульцы реабилитироваться за поражение в прошлом туре. В первом периоде болельщики заброшенных шайб не увидели, а вот вторая 20-минутка оказалась решающей. Казанцы докинули три безответных шайбы, а в конце игры команды обвинялись голами, установив итоговый счет на табло 4-1 в пользу Барса. Видимо, пришло время серьезного разговора, и я думаю, каждый оценит свою игру, проведем разбор, будем готовиться к следующему матчу, он уже через день. Да, к сожалению, пока шайба не сильно хочет пересекать ворота соперника, где-то кто-то, где-то что-то держит, не будем говорить какие-то вещи. Но вы знаете, только через работу, только через желание, через шишки, синяки приходят победы. Видимо, больше работают и хотят побеждать баскетболисты Барнаула. Алтайская дружина в гостях обыграла Иркут 87-82. Все решила о концовках, где наша команда была лучше. Несколько трешек и двушек в кольцо за пару секунд до сирены. Преимущество в плюс 10 у Барнаула и заслуженная победа. Три четверти мы очень хорошо, активно начинали, агрессивно и вели сразу, отрывали счеты. А четвертое, где повел Иркут, они преобладали в движениях, более играли агрессивно и переиграли в желании нас намного. Концовка повернулась удача в нашу сторону, где-то попали броски, где-то держали хорошо концентрацию. Концовка просто повезла, Иркут четвертой четверти играл лучше. Флорбольная команда Алтайского края также ведет борьбу в чемпионате Новосибирской области. Напомню, флорбол это хоккей в зале. Правда, вместо шайбы – мяч. Так вот, команда Ирбис после шести игр в турнирной таблице занимает третью строчку. Четыре победы и два поражения. Теперь вся интрига будет в последнем туре. Мы настраиваемся на последнюю игру. То есть через выходные также поедем в Новосибирск. Будем играть с командой, которая занимает второе место сейчас. В турнирной таблице мы идем на третьем. То есть если обыграем эту команду, то мы встанем на второе место. Ну и, соответственно, со второго места будем выходить в плей-офф. Настрой у всех боевой. Каждую неделю тренируемся, готовимся. Думаем, что все получится. Порадуем своих болельщиков. И в конце о мини-футболе коллектив журналисты Алтая продолжают свое выступление под эгидой Алтайской краевой ассоциации мини-футбола. В первом туре акулы-пера уступили своим соперникам. Теперь же настроены только на победу. На паркете зала «Горизонт» журналисты сойдутся с грозным пограничником. Начало встречи в 9 утра. Не проспи. Приходи. А после отправляемся на большой футбол. На стадионе «Динамо» пройдет очередной матч первенства России. Белоголубые встречи со старпедо «Миас». Уральцы лидируют в турнирной таблице первенства. Для нашей команды это заключительный домашний матч в сезоне. Начало игры в 14.00. Дмитрий Дроздов. День с толком.